Вот и наступило 1 сентября, начало учебного года. Особенно это счастливый день для первоклассников. В 9 гимназии в первый раз в первый класс отправились 150 малышей. Луиза мечтала об этом дне еще с детского сада. 1 сентября для первоклассницы это новая ступень во взрослую жизнь. Здесь ее ждут не детские обязанности, новые друзья и конечно целый багаж знаний. Этому ученица первого Б класса особенно рада. Буду математику делать, физику, контрольное читать. И вот для пяти новых классов прозвенел долгожданный первый звонок. Руководство 9 гимназии сделало многое для того, чтобы этот день запомнился малышам. На линейке звучали песни, со школьниками общались герои мультфильмов, а всех присутствующих поздравлял глава Ставрополя. Я хотел бы пожелать всем вам, дорогие друзья, чтобы те знания, которые вам дают учителя, вы как промокашки впитывали в себя. Вы должны своим родителям приносить только радость. И я надеюсь, что вы с этой задачей справитесь. А вот показать все полученные в школе знания вскоре предстоит 11-ти классникам. Ведь для них начинается, пожалуй, самый сложный и ответственный год. Впереди единый государственный экзамен, готовиться к которому нужно усиленно. Например, Софья начала подготовку еще в 10-м. И к нынешнему учебному году уже подошла с конкретным настроем. Конечно, понимаю, что это будет сложный год, потому что на нас в ЕГЭ. Ну, просто нужно собраться со всеми силами и идти вперед. Всего в гимназии два 11-х класса, 60 выпускников. К подготовке к ЕГЭ готовы не только они, но и педагоги. Все необходимые условия для получения знаний они предоставят. Хотя учителя уверены, ребята справятся со всеми трудностями. Очень хорошие выпускники, много претендентов на медаль у нас в этом году. Если они их подтвердят, я думаю, что мы будем гордиться. Мы гордимся своими выпускниками, они у нас замечательные. Праздник прошел, звонок прозвенел, и теперь дети отправляются на занятия. Всего за школьные парты Ставрополя сядут порядка 42 тысяч детей. Это рекордное число для краевой столицы. Тамара Годомская и Кира Бариленко, АТВ Ставрополь.